друзья всем привет вы на канале делай то делай это с вами ким и у нас с вами 60 день стройки те задания которые которые были выданы рабочим сделать вчера они уже достигли своего результата ребята установили леса сейчас подготавливает значит а стропильную систему вырезают пазы для установки отливов дальше пойдет у нас нанесение пароизоляции контррейки в целом самое долгое что у них заняло это установка лесов потому что леса надо установить грамотно так чтобы они жестко стояли ну и соответственно это было удобно дальнейшем работать производить и они как говорится были по всему периметру нашего здания ну а теперь пойдем посмотрим как это все выглядит у нас и дадим свою оценку если смотреть задней стороны здания то мы видим здесь готовую полностью стропильную систему установлены леса по кругу подрезаны а значит сами стропила в один уровень для того чтобы правильно нам сделать монтаж подбоя производится здесь крайний подпил сейчас выставляется доска который будет производиться отрез еще двух стропили на недовый вот мы видим пазы вырезаны для установки капельника у нас будет два капельника здесь первый капельник подойдет пароизоляцию второй капельник уже сверху сейчас с этой стороны с боковой производится выпил пазов пойдемте посмотрим как у нас все это выглядит со стороны лицевой ну вот мы видим то что с этой стороны с лицевой фронтон у нас уже положен заканчивать ребята осталось доложить там несколько кирпичей и он будет у нас завершён так здесь у нас леса тоже установлены все нормально ходить можно отдушину оставили все как положено с этой стороны осталось нам также дорезать выемки для отливов для капельников выемка нужна на самом деле для доски чтобы его опустить на уровень толщины доски чтобы на нее можно было свободно прикрепить наш капельник и он у нас держался жестко если мы капельник будем крепить шагом как идет стропила то он будет провисать и не будет жестко закреплен для этого для этого мы и делаем выбираем пазы пойдемте еще раз покажу как это выглядит вот отсюда у нас видно как выбирается паз отмеряется толщина доски и выбирается паз так вот у нас вид сверху что получается значит вырезаны пазы мы вставляем нашу доску дерьмовку и не уже крепим капельник это у нас первый капельник на которой стелется пароизоляция кровельная делается для того чтобы вся влага которая по пароизоляции будет печь она попадала на этот капельник затем мы производим монтаж пароизоляции с вами это выглядит вот таким образом значит укладывается первый слой и сразу же крепится он на контррейку швы проклеиваются специальной клеющей пленкой который не отходит качественно выбираем и полностью натягивается закрепляется контр обрешеткой на который уже будет носиться значит сама обрешетка под обрешетку выбираем шаг в зависимости от покрытия верхнего либо это черепица либо это профлист если в случае с мягким покрытием кровли то необходимо делать полный настил из фанеры вот у нас вин шахта так пока выложена значит тут нас вид изнутри нашей кровли сами вот мы видим еще здесь как конек выходит в том месте где сделали фронтон значит стропильная система сделана фронтон выложен по стропильной системе то есть мы сначала сделали поставили конек а потом уже угол задали такой как у нас выходит в идеале чтобы не было ошибок потом зарезается доски вот мы видим как вырезается стропила на глубину доски которые выпускаются на подбой для жесткости и по той стороне по дальней то же самое происходит также мы видим то что в коньке конек скреплен полностью для жесткости на пластины и на уголок одержит друг друга плюс сейчас зафиксированы коньки между стропилами установили доски закрывающие торцевые и вот перри перешли уже непосредственно к монтажу гидроизоляционного покрытия пароизоляционного и уже здесь уже она на нее можно крепить вот обрешетку вы счет коррепции и так дальше по всей крыше до самого конька отдела продолжается обрешетку лучше крепить вершовными гвоздями для жесткости два гвоздя на каждого рейка где она примыкает вот так получается первая обрешетка по этой стороне следующая обрешетина делаем шагом 35 миллиметров и крепим этот шаг позволит нам дальше монтировать удобно металл черепицы обязательно первые два ряда обрешетки нужно пройти по всему периметру 1 для точности исполнения то есть чтобы они все на углах сходились ровно они зарезаются под угол и ровненько должны совпадать тем самым мы убедимся в том что у нас кровля ровная пропорциональная в этих местах обрешетка должна сойтись идеально как только мы закрепили сразу зарезает обрешетка и уже фиксируется по месту сразу как зафиксировали первую стропильную подрезаем вторую и также ее в размер ставим запиливаем и фиксируем так примирается у нас элемент на выпуск на подбой выбирается в доске в блоке необходимое расстояние для осадки гоняется потом крепится после того как вымерли все это закрепляем так это у нас дело выглядит снаружи еще добавится у нас несколько выпусков седан подбой для жесткой фиксации с торца тоже к реке прикрепляется выпуск для жесткости все будет четко здесь мы видим с этого края уже закончили кабин поставим пара изоляция натянута контррейка закреплена и вот пошли с этой стороны это же показывал ставить обрешетку не видно сейчас пока крепим конек на подбой вот отсюда видно как выглядит у нас угол которые разрезали в стропильную а мы опускали 25 дюймов куда до 100 и угловая и вот на этот угол как раз у нас фиксируется наш капельник первый вот здесь его видно на который уже крепится пароизоляция так сейчас крепится коньковая планка вот так нас выглядит уже с обрешеткой торцевая часть между обрешеткой и капельником будет крепиться у нас сетка вот в этом месте где идет контррейка сетка крепится для того чтобы не залетал мусор птицы не гнездились защитить то пространство между обрешеткой и пароизоляция вот таким образом на этом я завершу 60 день стройки все кто следит за видим всем спасибо ставьте лайки комментируйте если понравилось обязательно рекомендуйте просмотра кому это необходимо видео кто еще не подписан поставьте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео ну а с вами был ким на канале делай то делай это всем пока до скорого